Пытаясь согреться, люди начинают активно пользоваться приборами обогрева, тем самым перегружая электросети. В это время в зоне особого внимания у пожарных инспекторов места проживания неблагополучных семей или сведущих социальный образ жизни. Сотрудники МЧС отправились в рейд и рассказали жителям, как согреться в холода и при этом не сгореть. Подробнее в материале Анастасии Куклевой. Заизолировали неправильно, заизолировали неправильно. Самодельное все сделано, соединение неправильное. В первой же квартире, которую посетили ревизоры, они нашли то, что искали. Нарушение практически по всем пунктам пожарной безопасности. По словам многодетной матери, у нее нет средств, чтобы привести электропроводку в порядок. Поэтому помещение украшают расплавленные розетки и самодельные удлинители. А газовую печь и вовсе опасно разжигать. Воздуховод не чищен, газовый котел в неисправном состоянии. Сейчас обогреватель пока. У нас тепло дома так. Обогреватель не боитесь, что ничего не случится? Ну, они под наблюдением всегда, как бы со мной, я из дома никуда. Не выхожу, ничего так, что как-то. Наблюдаем за этим, смотрим. А на ночь? На ночь мы выключаем. Они вроде нормально стоят. Оплавленная изоляция вот здесь стоит, оплавленная. Старая проводка. А эти хозяева проводку в квартире частично поменяли. Говорят, уже научены горьким опытом. Несколько лет назад халатное обращение с электрической плиткой чуть не стоило жизни их детям. Плиткой попало на занавеску. Хорошо, поехал. Без жертвы обошлось, да? Без жертвы обошлось, конечно. Ну, конечно, все сгорело. Такой же ремонт был. Полы даже сгорели. Дерево, полы. Все сгорело. Если семья Дмитрия уже на своей шкуре испытала, что такое пожар, то их соседи безопасностью напрочь пренебрегают. Все коридоры многоэтажки по улице Степаны Разина забиты хламом. Мусор, шкафы, тумбочки, а также различные бумажные коробки в случае ЧП станут преградой на пути у жителей. А место, где должен храниться огнетушитель, давно стало курилкой. То, что заключается курить в местах общего пользования коридора на лестничных маршах, вы знаете или нет? Вы курите, потому что все курят? Да, потому что курят. Аналогичные интерьеры встречают сотрудников МЧС и в следующем пункте проверки. Пожарные безопасность жителей также совершенно не волнует. Изношенная электропроводка и включенные сутки напролет приборы обогрева – вот стандартная причина пожаров, говорят инспекторы. На сегодняшний день на территории города Саратова чуть более 70% пожаров происходит из-за короткого замыкания электроприборов и эксплуатации нагревательных печей не соответствует той, что есть неисправных отопительных печей. Самые опасные – это у нас самодельные электронагревательные приборы. Они опасны. Из-за них происходит короткое замыкание. В ходе рейда проверяющие не только объяснили жильцам опасность игнорирования их замечаний, но и для лучшего усвоения знаний подарили им брошюры с картинками. А вот настоящее наказание ждет управляющая компания. В случае, если они проигнорируют предписание, будут наказаны рублем. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.